Доброе утро, мои хорошие! Я только что проснулась, планировалось, что я встану в 6, а я встала в 8. И сегодня мы с Шелли должны были встретиться и пойти куда-то, но на улице такой ураган, ветер, дождик. Блин, май! В прошлом году в мае была обалденная погода, мы ходили фоткаться и просто кайфовали от жизни. А сейчас такое ощущение, что ноябрь или даже декабрь. У нас никогда так холодно не бывает. Наверное, потом резко потеплеет. Не знаю, других каких-то оправданий у меня этому нету. И это погодка в середине мая, господи! У нас в январе теплее было. Такой ветер ужасный. На улицу прям выходить не хочется, а ещё обещали дождик. На мукбанке сегодня буду кушать уйгурское блюдо лагман. Давно меня просили в комментариях. Я решила, почему нет. Попросила мамочку, и она приготовила. Дебила кусок! Смотрите, он здесь сидит. Вот прикиньте, он упадёт отсюда. И такой ветер на улице. Вот как отучить кота? И популярно объясняли. И воспитательные работы проводили. И показывали, что нельзя. Ну вот как отучить? Вот вы скажете, просто не отпускай на балкон. Он сидит у двери, мяукает, что мяу, 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 мяу! Отпусти меня! Вот так смотрит. Вот я точь-в-точь его описываю. Один в один. И ты уже просто задолбался. Думаешь, иди хоть пропадом. Потом видишь, какая-то малютка сидит там. Он прикинь, такой ветер, и он там сидит. А я ему ещё ногти отрезала. Прикинь, если что. Он даже самооборона не поможет. Мамину сердце, ну что будет делать? Мама, если ты упадёшь, а? Вот что будет делать? Как мама жить будет без тебя? Подачу уже организовала. Посмотрите, как аппетитно это всё смотрится. Мама, конечно, всегда спорит со мной и говорит, наложи побольше, наложи побольше. Я говорю, мам, я не могу столько съесть. Она говорит, нет, съешь. Попробуй, будет классно, будет вкусно. Да. Если честно, я была немного шокирована, увидев мамину маникюрчик после деревни. После того, как она там вырывала сорняки. Да, маме? Да. Я сама в шоке. Очень классно сохранилась. Я вам сейчас покажу. Сейчас мы будем делать коррекцию маме. Тем более, я не делала в этот раз тебе укрепление. Прикинь. И у тебя всё вот так вот продержалось. Либо я начинаю работать как-то более профессионально, и надо выходить на новый уровень. Либо мама что-то утаивает от нас и делала какие-то дела в перчатках, признаваясь, мам. Честно, я не носила. Кстати, этого цвета больше нету. Так что придётся выбирать что-то другое. Ничего страшного. Но мне, если честно, больше нравятся на маминых ногтях какие-то тёмные оттенки, там дизайн. И, кстати, дизайн мы будем делать сегодня дизайн. Я без дизайна не согласна. Вот реально, ребята, я так хочу, не знаю, учиться рисовать именно на ногтях. Потому что там, не знаю, в скетчбуке я рисую спокойно. И мне так хочется на ком-то это всё дело репетировать. Но мама не в какой. Мама говорит, не порть мой дизайн. Не надо, не порть ничего. Просто однотонко. Люди, мам, в салонах платят за дизайн, за маленькую такую загогулинку отдельные деньги. А тебе тут бесплатно готовы рисовать, вырисовывать. И тут я, организовывая рабочее пространство, обнаружила, что, оказывается, удлинитель-то мы оставили в деревне. А без удлинителя как? Куда мне где-то всё втыкать? Непонятно. А вот и носкость. Посмотрите, какая красота. Учитывая, что мама постоянно копалась в огороде. Они просто стали у тебя матовыми, как ты это сделала. Что ты нанесла, мам, рассказывай. Вроде как они были глянцевыми, стали матовыми. Интересно, интересно. У меня, кстати, есть матовый топ. Если хочешь, попробуем сделать тебе матовый. Нет, мне не нравится матовый. Нравится глянцевый. Сняла уже покрытие. Убираю глянцевый слой с отросшей части ногтя. Делаю маникюр и буду наносить в вазу. Вам цвет-то определилось уже, какой будет? Нет, нет ещё. Какой-то тёмный. И здесь будет дизайн. Мы с тобой договорились, маме. Мама там сушит базу. Я её укрепила гелем. И цвет мы выбрали вот такой вот красивый. Обычно она делала красный, но, к сожалению, он закончился. Поэтому нашли такую альтернативу. Вообще, тёмные цвета смотрятся очень красиво на маминых ноготочках. Ну что, цвет насыщенный, красивый и яркий. Да, мам, прям украсил твои ноготочки. И очень легко наносится. Вот кому интересно, вот, ткань 618 оттенок. Хотя, вот на штучке это и кажется, что он темнее. На самом деле, намного светлее. Вот, сейчас будем, наверное, дизайн делать и потом бабахать топом. Не знаю, как вы, а мне очень нравятся вот эти слайдеры. Они смотрятся классно. И такое ощущение, что это геометрия. Мне нравятся вот эти вот. Маме, давай эти. Будет очень красиво. Эти белые? Белые как раз-таки на тёмных ноготочках. Будет смотреться классно. Ну давай попробуем. Да? Ты согласна? Или можем волны какие-то? Ну сейчас придумаем что-то. И вот такой результат у нас получился. Здесь дизайн. Такие ажурные ноготочки. Сейчас будем наводить красоту. Закончим и с той ручкой. А затем я перейду на себя. Очередь со мной, так скажем. Тебе что-то не устраивает, маме? Да нет, сейчас что-то торчит. Где торчит, ничего не торчит. Хотя бы на камеру не говори, что торчит. Идеально. А, ну да, торчит. Сейчас уберём. Ну всё, готово. Как тебе, маме? Отлично, спасибо большое. Не идеально, правда, но ходить так можно. Я укрепила ногти гелем сначала, а потом нанесла цветное покрытие. Правда, на видео кажутся они голубыми. На самом деле цвет такой, уходящий в зелень. Вот, немножко неправильно передаёт оттенок. Весь процесс маникюра этот красавчик лежал вот здесь. Давай тебе тоже сделаем классный маникюрчик. У тебя же тоже ноготочки имеются. Сделаем тебе мужской маникюр. Да какой я мужчина после кастрации. Самый лучший мужчина. На мамино покрытие я потратила полтора часа. И теперь надо уже делать что-то со своими ноготочками. Потому что сразу отлетели, ногти отросли. Уже как-то не свежо. Но мне надо смонтировать видео, выложить хотя бы влог. Ещё есть мукбанг, третье видео, которое нужно выложить. Поэтому даже не знаю, будет ли потом вдохновение это всё делать. Но я на себя трачу не полтора часа, а хотя бы три часа у меня уходит на свой дизайн, там маникюр. Потому что левой рукой очень трудно обрабатывать и красить правую. Я считаю, по ноготочку просто делаю. Это занимает гораздо больше времени. И обычно я это делаю, когда есть что-то интересное. Например, раньше я смотрела холостяк. И каждую серию я ставила, делала 7 маник, потом опять и так далее. Вот, а с этим покрытием я уже хожу месяц и... Нет, месяц, ровно месяц. Пошла быстренько покушала и теперь наконец-то очередь дошла до меня. Сейчас будем переделывать. У меня куча идей, не знаю, что получится, стоит ли рисковать или нет. Но длину точно я буду убирать, потому что они уже очень длинные. Сняла покрытие. Вот сейчас думаю, какую форму сделать. Оставить квадрат, просто сделать покороче или вот такую вот форму. Даже можно поострее. Даже не знаю. Вот эта форма, кстати, очень удобная в носке. Ну что, форма у нас уже готова. Решила сделать остренький, особо укреплять не буду, потому что длину убрала все-таки немного. Сейчас буду наносить вазу. Вы знаете, что я обожаю какие-то термоядерные гель-лайки. Этот у меня в коллекции очень давно, но я им вообще не пользовалась ни разу. Просто пробовала выкрасить на типсе и он очень плохо ложился. Сегодня будем тестировать его. Просто посмотрите, какой офигенный цвет. Еще я никогда им не делала покрытие. Единственное, этот ногт еще не готов. Сейчас вам в конце покажу. И я решила делать вот такие вот слайдеры. Геометрию. Я прям люблю. Просто словами не описать, насколько мне нравится то, что получается. Смотрите, как красиво. Просто вау. Я уже жутко устала. Сижу третий час. И вот у меня одна рука готовая. Здесь тоже все готово. Остался один и единственный палец, который я сушу отдельно. Я обычно вот эти большие пальцы всегда сушу отдельно. И еще мне надо здесь прибраться. Я собиралась, кстати, еще маме делать педикюр. Но я передумала, потому что я очень устала. Я просто на минуточку задумалась о девчонке, которые сидят, например, по 6 часов, по 5 часов. Например, с 5 клиентами. Что они делают? У них, наверное, отекает спина. Тяжело. Физически сложно, кстати. Вот кажется, кому-то со стороны просто пилить ногти. А ко мне тут присоединился помощник. И как только помощник пришел, я закончила. Посмотрите, какой красивый цвет. Яркий, насыщенный. Прямо под мои обои. Такой розовый цвет был у меня в коллекции. А я, оказывается, им даже не пользовалась. Да, твиксик мой? Мамину сердце. Теперь надо это все убирать, раскладывать по местам. Вот если бы мне кто-то рассказал это, я бы не поверила. Я, оказывается, сижу, смотрю фильм. Делаю себе ноготочки. Сейчас покажу вам поближе то, что у меня получилось. Заканчиваю, прихожу на кухню. Смотрю, что мама смотрит какой-то интересный фильм. И потом я в шоке. Оказывается, мы смотрели один и тот же фильм. Появите, она в этой комнате, а я в той. Делала ногти и смотрела тот же фильм. Мы не знали даже об этом. Мать! Сердце чувствуешь, Машери. Только мама уже досматривается, а я не смогла досмотреть. У меня зарядка села на телефоне. Убрала все вещи, смыла макияж. И уже пора спать. И, кстати, на улице гроза. Это так атмосферно. Льет, как из ведра. И этот звук, эта музыка идеальна просто, чтобы поспать. Завтра мы увидимся с Шерри. Я обязательно возьму вас с собой. Сегодняшний день я даже не поняла, как начался и как закончился. Я только сидела и плевела ногти себе, маме и так далее. Смотрела фильм. И все дела. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Если вам не сложно, то подписывайтесь. Всех люблю, целую. Пока.